Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. На днях спасатели опубликовали шокирующие данные. С мая этого года на территории Красноярского края потерялось 29 человек. Причем теряются люди, как правило, в лесу. Грибники, любители пособирать шеремшу и многие другие. О том, как обстановка складывается на территории Каннской и Каннского района, мы решили поговорить сегодня с Сергеем Бенедицким, заместителем Каннского поисково-спасательного отделения. Здравствуйте вам, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Есть у нас, конечно же, несколько вопросов. В первую очередь, в Каннске, в Каннском районе теряются люди? Люди теряются везде. И Каннский район, наверное, не исключение. Но, слава богу, с начала ягодно-грибного сезона, с начала сезона собирания трав в Каннске и в Каннском районе таких случаев не зарегистрировано. У нашего поисково-спасательного отделения есть две зоны. Первая – это зона оперативного реагирования, это туда, куда мы можем выдвинуться в кратчайшие сроки установленные. И есть зона ответственности, та зона, куда нас привлекают для поисково-спасательных работ. По всей видимости, зона ответственности, она немного больше? Да, зона ответственности, она очень большая, это начиная от Богучанского района и заканчивая Уярским районом. То есть вот до границы Уярского района. Вот какие, может быть, уже поисково-спасательные работы вам приходилось проводить в этом году? В этом году, в начале сезона собирания трав, это черемша, люди черемшу любят, было два случая, когда мужчины ушли в лесной массив и не смогли выйти самостоятельно. Были организованы поисково-спасательные работы совместно с сотрудниками полиции. Ребята, спасатели искали, делали все возможное, чтобы этих мужчин найти. Ну, не могу не спросить, чем закончилась эта история. К сожалению, на сегодняшний день о этих мужчинах пока нет никакой информации. Они остаются без вести пропавшими. И поисково-спасательные работы, они уже свернуты, что касается нашего поискового отделения. Занимаются ли этим волонтеры или родственники, у меня нет такой информации. Ну, по всей видимости, именно сейчас, наверняка, наши зрители понимают, что речь идет абсолютно не о каких-то прогулках в лесу, да, о довольно серьезных вещах, которые связаны, в первую очередь, с жизнью человека. Вот скажите, вы, как человек, наверняка, с огромным опытом за плечами, что нужно сделать перед тем, как пойти в лес, чтобы не потеряться, не дай бог? То есть какие нужно соблюдать правила, в первую очередь, чтобы не заблудиться в лесу? Ну да, лес – это место повышенной опасности, в первую очередь. И простая увеселительная прогулка, она может закончиться достаточно трагично. Категория людей, которые в первую очередь попадают в категорию риска. Грибники-ягодники, соответственно, дети и люди пожилого возраста. Почему грибники-ягодники? Потому что их внимание сфокусировано на земле. Они смотрят, они ищут. У детей внимание сфокусировано друг на друге. И поэтому им сложно ориентироваться, им сложно запоминать те места, где они входили в лес. Что необходимо? Алгоритм действий. Если вы меня об этом спрашиваете, алгоритм... Ну то есть, да, алгоритм действий, если вдруг потерялся в лесу. Если, ну, во-первых, еще немножко так вернемся в начало нашего разговора. Наши люди на сегодняшний день очень любят, идя в лес, одевать камуфлированную одежду. Быть может, они участники каких-то спецопераций или разведчики в ГРУ, но для грибов, в принципе, неважно в чем-то. Желательно одеваться в одежду яркую, ярких цветов, чтобы тебя было видно издалека. Потому что если ты будешь в камуфлированной одежде, ты будешь без сил, мимо тебя могут просто пройти и не заметить. Если вы не охотник, если вам хочется, чтобы вас нашли, если вы вдруг потерялись, нужно одеваться ярко. Желательно, чтобы это были оранжевые цвета и с элементами светоотражения. Вот такая справка. Ну и в первую очередь, наверное, нужно ознакомиться с местностью, в которую идешь. А что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нужно продумать маршрут. Желательно, чтобы это были места вам знакомых, где вы уже бывали, где вы уже ходили, где вы знаете вход и выход. Желательно перед тем, как вы отправитесь на поиск грибов или собирание ягод, оповестить, ну, давайте родственников оповестим. Оповестить родственников, определить время, когда вы планируете зайти, и очень важно определить время, когда вы планируете вернуться. И нужно сделать все необходимое, чтобы к этому времени обязательно вернуться. Чтобы не было паники, чтобы люди были спокойными, обязательно обозначить свой маршрут, взять с собой сотовый телефон с полностью заряженной батареей. Сегодня в наших гаджетах есть очень много разных приложений. Это навигаторы, это GPS, это просто какие-то программы, которые способствуют тому, чтобы вам не потеряться, чтобы определить ваше местонахождение. Иметь с собой, наверное, набор первой необходимости для человека, который входит в лесной массив. Это сотовый телефон, мы уже о нем сказали, это компас и навыки пользования этим прибором, это спички, это, быть может, запас воды небольшой, запас каких-то продуктов питания. Ну, если уже вы совсем будете подготовлены, возьмите с собой свисток, чтобы подавать сигнал. Ух ты! Вот, кстати говоря, обо всем мог предполагать, но о свистке я даже почему-то не задумывался. Его очень легко, по всей видимости, услышать в лесу. Да, потому что лес в тихую погоду, по лесу очень хорошо распространяется резкий звук. И удар палкой о сухое дерево будет слышен гораздо дальше, чем ваш голос. Такими... Вообще вся эта информация на сегодняшний день очень доступна в интернете. Есть много волонтерских групп, которые занимаются поиском. Не только это делают спасатели, но и люди на добровольной основе. Есть прописанные правила, есть установленный алгоритм действий. Если не сложно, сел перед походом в лес, открыл интернет, ознакомился. Это кажется так, что может случиться с кем угодно, только не со мной. Но, как правило, опытные грибники и опытные ягодники, к сожалению, их находят возле населенных пунктов. Недалеко от дома дезориентировался человек, не смог выйти, потерял силы. А слаб, не смог подать о себе сигнал и трагедия. Ну и еще один, наверное, фактор, который не стоит забывать. Ну, мы все-таки живем в непосредственной близости от тайги. По всей видимости, есть смысл говорить и о диких животных, которые вдруг могут забрести наслед грибника. Совсем недавно, если мне не изменяет память, это был май месяц. Ребята, спасатели из городского отряда службы спасения поймали медвежонка. Это был район кафе Байкал. Разные выдвигались версии, но это факт. Факт установлен, медвежонок был пойман. И если его вдруг кто-то не привез из леса, значит, он с кем-то пришел. Ну, а прийти он мог, наверное, с мамой. А мама гораздо страшнее. Конечно, дикие звери сейчас, не знаю, насколько ведется работа охотоведов, насколько охотничьи хозяйства ведут свою работу. Но дикие животные встречаются у нас сейчас гораздо чаще, чем это было, например, 10 лет назад. И, конечно, они могут представлять угрозу, особенно для детей, особенно для людей пожилого возраста. Поэтому это необходимо учитывать. Нужно, если вы вдруг остались на стоянку, если вы вынуждены заночевать в лесном массиве, найдите открытое место, найдите возвышенное место, разведите большой огонь, чтобы вас было издалека видно, обозначьте себя, и тем самым вы снизите степень риска. Ну, и последняя тема, о которой хотелось бы поговорить. Просто дело так получилось, что эта информация практически как песок сквозь пальцы прошла через все средства моей информации, но, скажем так, широко о ней особенно это и не говорили. Насколько мне известно, несколько недель назад все-таки один из жителей нашего города потерялся в лесу, но эта история хорошо закончилась. Да, он вышел, и о таких людях... Это не потерявшийся. Это человек, который нашелся, который вышел самостоятельно. Но могло быть совершенно по-другому. И поэтому нужно это учитывать. Несмотря на то, что наши леса достаточно... Ну, наверное, в окраинах города они достаточно проходимые, достаточно прозрачные, достаточно они светлые, но если чуть немного удалиться, то ты попадешь уже конкретно в таежный массив, где тебя могут подстерегать различные опасности. Ну что ж, желаем, наверное, всем, чтобы таких ситуаций не было ни у кого и никогда. Спасибо огромное за замечательную беседу. Будем надеяться, что вам не придется в этом году, да и в последующей тоже, прибегать к поисково-спасательному работе. Спасибо. Если у вас есть какое-либо обращение к нашим зрителям, то милости просим. Обращение к зрителям в первую очередь это внимательное отношение к детям. Пожалуйста, расскажите своим детям о правилах поведения в лесном массиве. Всю эту информацию вы можете взять в источниках, находящихся в интернете. Побеседуйте с детьми, скажите им, что нужно делать, чего не нужно делать, какие действия предпринимать, рассказывать, как не паниковать, говорить о том, как одеваться, что с собой брать, говорить о том, как реагировать на поисково-спасательные работы. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих детей. Спасибо. Всего доброго.